МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ее дворе всегда лето и асфальт. В Северодвинске выбрали лучшего дворника. Квитанции за январь жители 26 домов получили с ошибками. Здравствуйте, в эфире Вестник Северодвинска, в студии Владимир Богомолов. В жилые дома, которые находятся в управлении МПЖ РЭП, квитанции на оплату холодной воды пришли с ошибками. Суммы либо превышают обычные, либо наоборот ниже. Так что жильцам 26 домов теперь необходимо внимательно присмотреться к своим квитанциям. Квитанции с ошибочными цифрами пришли на оплату общедомовых приборов учета холодной воды, которые установлены 19-м цехом Севмаша. Собственникам квартир 15-ти жилых домов придется доплатить за январь. Квитанции с суммой ниже обычной получили на Карла Маркса 28 и 35, Ломоносова 109, Орджоникидзе 3, 5, 7, 12, 18 и 30, Первомайской 69, Портовой 5 и 13, а также на Советских космонавтов 2 и Труда 4. Сумма эта составляет до 100 рублей, в некоторых случаях от 100 до 300 рублей. Кроме, пожалуй, одного дома, это Советских космонавтов 2. Там особый случай, там на одном воде находится 19 квартир, поэтому там доплата будет побольше. А вот в 11-ти других домах за холодную воду в январе наоборот переплатили. Это жители зданий на Архангельском шоссе 85, 87 и 89, бульваре строителей 23, Карла Маркса 43, Орджоникидзе 1, 1А, 2, 24, 32 и Портовый 9. Все они могут получить деньги назад в кассе 19-го цеха или заплатить меньше по квитанциям в следующем месяце. На Севмаше сделают перерасчет. В 19-м цехе появление квитанции с ошибками объясняют техническим сбоем. В прошлом году предприятие установило общедомовые счетчики в 650 домах, так что к нагрузке в виде 80 тысяч собственников только привыкают. Когда жилищники решить вопрос не в силах на их проблемы, вынуждена реагировать городская администрация. Накануне мэр Северодвинска посетил несколько дворов и управляющих компаний с претензиями. Поводом стала жалоба горожанина в программу «Это актуально». Впрочем, проверки главы города на этом не закончатся. Сейчас северодвинские дворы на особом контроле. Придут, нечего сметут и тут же ушли. Сейчас такая гололед, что не знаешь, как зайти в дом. А домоуправление, как непробиваемая стена, игнорирует жителей. С такой жалобой к мэру обратился пенсионер Иосиф Шантор. Программа вышла в эфир в понедельник, а уже сегодня Михаил Гмарин лично проверил двор на труда 21. Оказалось, дворникам недовольны и другие жители. А тут был и бардак. Я хотел, пожалуйста, да. Потому что жалоба была как раз с вашего дома о том, что не убирают там ни крыльца, ни эти самые. У нас бабушки живут, тут три-четыре штуки. Им тяжело было выходить, да, было такое дело. К приезду главы города крыльцо очищено, а внутриквартальный проезд убран трактором. Но вот к подъезду по-прежнему не пробраться из-за снежного отвала. Отвечать пришлось заместителю директора МУП ЖКК Виталию Белых. Вы направляете трактор, так вы предупредите тогда своих работников о том, чтобы они были в курсе вопроса. А так получается, что одно сделали, а со вторым у вас возникают проблемы. Мешают жителям этого двора и специальные устройства, которые автовладельцы установили самовольно. На ликвидацию конструкции мэр установил сжатые сроки. А с сотрудниками ЖУ номер 3 будет проведен дополнительный инструктаж. Глава города посетил и другой двор на Ломоносово, 99. Там претензий к жилищникам не нашлось. С тротуаров и внутриквартальных проездов снег уже убран. И срочная информация от синоптиков. Сегодня ночью ожидается резкое понижение температуры. Бороться с гололедицей на дорогах будут машины спецавтохозяйства. Однако автомобилистов просят быть предельно внимательными. Особенно в утренние часы пик. За короткое время обработать все дороги им будет сложно. И к другим темам. Постоянно быть на чеку и принюхиваться к квартире на втором этаже приходится жителям дома на Орджоникидзе-13. Накануне они буквально спасли свой подъезд от взрыва. Угрозу создал сосед. Решил вернуть себе газоснабжение и спилить заглушку на трубе. О том, как из-за одного любителя побаловаться газом, страдает весь подъезд. В следующем сюжете. Не подъезд, а пороховая бочка. Так отзываются о своей части здания жители дома на Орджоникидзе-13. На днях они дважды подвергались угрозе взрыва. Сначала спасли одни сотрудники горгаза. Потом они и жены уже с полицией и патрульно-постовой службой. Всех специалистов в квартиру на втором этаже вызвали соседи. С улицы поднимался, окна уже были открыты, запах газа был. И соседка стояла. За стенкой у этой северодвинки проживают двое. Пожилой отец и взрослый сын. По словам соседей, любитель выпить. Когда сотрудники горгаза приехали на вызов, о сильном запахе в подъезде оказалось. Мужчины открыли все комфорки на плите, но не зажгли их. За нарушение безопасности специалисты поставили на газопровод заглушку. Но вечером сосед решил ее спилить. А заодно перекрыл газ сразу десяти квартирам. И вот тоже сосед из 67-й квартиры мне сразу стучит. Вы слышите, пилят пилой. Я да. И мы вот сразу, он вызвал милицию. И я сама, как собака, выхожу, я нюхаю квартиру просто вот эту. Потому что просто он нас травит. Мне кажется, специально травит. Заглушку мужчина пилил так называемой болгаркой, так что создал реальную угрозу взрыва. В свою квартиру он никого не пускает. Сотрудники горгаза попали к нему только вместе с полицией. На время специалистам удалось подарить соседям спокойствие. Из квартиры охотника на газ вынесли плиту. Поставили и новую заглушку. Таких нарушителей в Северодвинске немало, признаются жилищники. Рискуют и с газом, и с водопроводом, и с электричеством. Данный случай нельзя рассматривать именно, что только вред именно системе газоснабжения. Но просто газ, он очень опасен тем, что может произойти взрыв. И люди этого недопонимают. И поэтому молодцы жители, что проявили бдительность, молодцы. И я думаю, что такие вещи и нужно показывать в средствах массовой информации, чтобы люди были более бдительны. Правда, покой на Джаникидзе-13 воцарился лишь на время. Соседу придется пройти инструктаж по технике безопасности, оплатить работу специалистов и долг за газ примерно 9 тысяч рублей. Тогда плиту мужчине будут обязаны вернуть. Так что соседи бдительности не теряют. И уже привлекли к делу участкового. Наталья Аскерка, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. На Ягринской звездочке трудятся лжедоноры. Факт предоставления работниками фиктивных справок о сдаче крови установили в ходе проверок на предприятии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предоставление ложных сведений о сдаче крови уличены 4 работника предприятия. Ущерб от их действий колеблется от 2 до 54 тысяч рублей. Помимо выходного дня во время сдачи им предоставляется дополнительный выходной, а также повышенная 13-я зарплата. Работникам могут быть предъявлены подделка документов, административная ответственность за прогулы, а также мошенничество. Материалы переданы в спецполицию, однако работники уже начали возмещать причиненный предприятию ущерб. Под Северодвинском может появиться второй в стране музей соли. Пока такой есть только в Перми. Чтобы появился в Неноксе, из муниципального бюджета выделено полмиллиона рублей. Однако на реставрацию сохранившегося до наших дней соляного амбара необходимо еще столько же. Без помощи инвесторов реализовать проект не получится. Этим и интересен этот срок, понимаете? А здесь может быть камень. Вот это соль, да? Одно бревно этого сооружения весит тонну. Уникальное строение и тем, что возведено в 18 веке и сохранилось до наших дней. Когда-то их было гораздо больше, 14 амбаров. Этот амбар, мы предполагаем, что дата постройки 1795 год, потому что именно эта дата вырезана на стене амбара. Еще в годы войны, когда солеварение ненадолго в Неноксе возобновилось, в этом амбаре хранилась соль. Во втором, кстати, был склад рыбкового, там продукты хранили. Амбар хотят отреставрировать и сделать из него музей соли, чтобы показывать туристам. Пока подобное есть только в Перми. Однако время разрушает постройку. Чтобы сохранить амбар, есть лишь год. На сегодняшний день в программе у нас есть 500 тысяч. Для того, чтобы отреставрировать данное сооружение, нам нужно порядка миллиона рублей. Поэтому, безусловно, мы сейчас участвуем в конкурсах проектов. У нас замечательные сотрудники музея. Мы, конечно, надеемся, что мы сможем через конкурсы проектов тоже получить какое-либо финансирование. Но есть надежда в том числе, что среди наших горожан есть очень неравнодушные люди. Для воплощения идеи в жизнь необходимы инвесторы. Не откажутся и от помощи простых северодвинцев. Лишние руки не помешают наведении порядка. На весну здесь запланированы субботники. Всех желающих внести свой вклад в восстановление уникального сооружения, просят обращаться в Северодвинский краеведческий музей по адресу Пионерская, 10. Владимир Богомолов, Евгения Карелина, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. Будьте в курсе всех событий города и области. 24 часа в сутки на 16-м канале в сети МТС и на 4-м сети Яни-Телеком работает наш телеканал ГТРК. Твое родное телевидение. Мы продолжаем рассказывать о современных чудесах мира. Среди них самый быстрый поезд. Курсирует он в Китае по скоростной железной дороге Пекин-Шанхай. 16-ти вагонный состав развил скорость 486 км в час. Теперь о погоде в нашем городе. Слово ведущему рубрики «Небесная канцелярия» Антону Чехову. Здравствуйте. Теплая погода в городе сохранится, осадков прибавится. «Небесную канцелярию» смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. В ее дворе всегда лето и асфальт. В Северодвинске выбрали лучшего дворника. Госпитализировали с угрозой преждевременных родов. Пьяный рулевой сбил беременную женщину. Два часа смеха. Школьники поворолись за звание самых веселых и находчивых. О метео и астропрогнозах расскажет вам «Небесная канцелярия». 19 февраля, по данным ГИЗ Метео, в Северодвинске днем и ночью ожидается до 2 градусов со знаком минус. Пасмурно, небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 753 миллиметра ртутного столба. Среда, по словам астрологов, удачна для тех, кто занимается коммерческой деятельностью. Можно неплохо заработать. Главное – оказаться в нужное время в нужном месте. Влюбленные, если и ссорятся, то только в шутку. Общий язык удастся найти очень быстро. Кто еще не встретил свою вторую половинку, возможности что-то кардинально изменить в личной жизни не представится. А я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До свидания. Пенсионер, продавец, рабочий, учитель, электрик, врач, военный, строитель. Каждый оформить в банке спешит. Без справок. За час – народный кредит. Про-бизнес-банк. Теперь у нас проще. 53-95-95. Северодвинский хлебокомбинат расширяет ассортимент любимого горожанами печенья «Неженка». Теперь, кроме черничной начинки, можно приобрести клубничную и лимонную. Конфитюр в нашем сдобном печенье класса «Премьер». Спрашивайте «Неженку» в фирменной торговой сети хлебокомбината и магазинах города. В эфире «Вестник Северодвинская» и мы продолжаем. Чтобы победить в этом конкурсе, от жильцов в управляющую компанию не должно быть жалоб, что в наше время редкость. Жюри из городской администрации подвело итоги конкурса «Лучший дворник». Комиссии пришлось объехать 11 участков. Один из них, управляющий компанией «МПЖРЭП», удивил особенно. В каком из городских дворов трудится лучший дворник, первой узнала Анна Бибикова. И уйдет все. Да, и мало ли, вот так вот детишки ходят, они все обсыпают. Мне вот это вот не нравится. А потом люди пристынет и скользко будет. А если я так подальше не сделаю, у них специально хорошо. А здесь вот такую вымочку делаю, коляшечку можно привязать. Согласно правилам уборки, под скребок должны чиститься только подходы к подъездам и крыльцам. Однако на участке Натальи Лаловой асфальт повсюду. Скребком не пользуется, подметает так часто, что наледь не успевает появиться. Ее рабочий день начинается в 7 утра, но приходит дворник к 6. Единственный выходной тоже забегает прибраться на пару часов. За это не платят, зато радует жильцов Ломоносова 95. Сама переживаю. Мне самой нравится, чтобы было чисто. Людям приятно. Утром уже люди выходят и говорят спасибо, что у нас уже все убрано. У меня все уже здороваются, знают, не знаю. И приятно очень даже. Наталья победитель конкурса «Лучший дворник». В профессии нашла себя случайно. 23 года приехала в Северодвинск из Шенкурского района. Вышла замуж и, чтобы решить жилищный вопрос, устроилась дворником. Скоро отметят 25-летие стажа. И столько же со дня свадьбы. Часто ей помогает супруг. В свободное от работы на Севмаше время берет лопату, а жене вручает веник. Он полегче. Вместе охота, но все-таки супруга и супруга, я считаю, что помогать надо все равно. Она же мне помогает. Особенно с зимой, да? С зимой особенно. Ну вот, а сейчас я в отпуске, ну как бы, надо помочь. А это помещение в пару квадратных метров Наталья называет своим офисом. Хранит песок, соль и веники. Они, кстати, самая большая проблема. Катастрофически не хватает. Сегодня я уже два измела. Потому что мы обошли вокруг дома по шесть раз. Недостаточно. Наталья еще и своеобразная книга жалоб. Если в доме нет воды или подорожало отопление, бегут к дворнику. Она передает в управляющую компанию. Такой подход к работе заставляет любить чистоту многих жителей девятиаташки. Кломбочки стараются посадить, цветочки. Ходят, поливают. Ну и идешь уже, куда ты бросаешь мусор. Бывает же такое, да? В урну стараешься, чтобы им лишней работы не было. Всегда в урну. Она убирает. Помнишь, дай бог ей позорог. Ну здесь-то не падаем, конечно, еще. Да и нечего. Всегда подметено, подсыпано. А вот через дорогу, конечно, ходить опасно. В безопасности себя чувствуют жители еще двух городских дворов. Участок на Южной 153 и дворник Ольга Мальцева удостоились второго места конкурса. Марина Завьялова и победы 64 третьего. А наша героиня после победы расслабляться не намерена. Завтра, как обычно, на работу придет пораньше. Чтобы, когда жильцы проснулись, двор оправдал звание самого чистого. А муж поможет. Так что о таких людях надо делать передачи. Мы очень довольны, что у нас такая двор. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодынска. Тело моржа достали водолазы в Коряжме. Два брата захотели искупаться после бани. Заплыв сделали экстремальным. Пропилили две проруби, чтобы нырнуть в одну, а вынырнуть в другую. Первый купальщик привязал к ноге веревку. Ее второй конец дал брату. Тот почувствовал сильное натяжение, решил, что не хватает длины и отпустил страховку. Мужчина из-подо льда выход не нашел. Его тело подняли водолазы после двух дней поисков. О происшествиях в нашем городе в рубрике «Протокол». Три пятерки уже вступали, как у вас знаете. Да, точно. Рубрика «Ротокол»! Имами всем подразделениям. Огонь 7, я помню. Передайте информацию. Спонсор рубрики «Протокол» – компания «Строймастер». Монблан откроет мне недосягаемую высоту технологий. Абсолютную белизну. Небывалую прочность. Монблан откроет мне эталон окна. Окна Монблан. Вершина европейского качества. Компания «Строймастер». Северодвинск, улица Карломаркса, 48. Пытался совершить обгон на узком участке улицы Южной и влетел в забор частного дома. Чужое имущество попортил водитель отечественного авто. Но вину отрицает. Чьи действия привели к ДТП, сейчас выясняют дорожные инспекторы. Я пошел на взголы, чтобы попасть, чтобы пробежать. Потому что я, конечно, посмотрела, начала поворачивать. Нет, если бы вы посмотрели, вы бы меня увидели. Правильно? Какая скорость у тебя нет? Была пробка. Обгонял пробку. Сделал маневр на обгон. Девушка не пропустила меня. Сюда рину. Ехали все медленно. Все проехали, стала поворачивать, показала поворотник. Все сзади остановились, а тут удар. На дороге стоит знак ограничения скорости 40 км в час. В ДТП никто не пострадал. Более серьезными последствиями обернулась авария на улице Советской. Регулируемый перекресток не поделили две лековушки. А пострадала беременная женщина. Виновник аварии, предположительно, пьяный водитель. Водитель автомобиля Нива Шевроле, двигаясь по улице Советской со стороны улицы Полярной, мне предоставила преимущество автомобилю Hyundai Accent. В результате чего пассажирка автомобиля Hyundai Accent получила сотрясение головного мозга. Женщина на шестом месяце беременности с сотрясением головного мозга ее доставили во вторую городскую больницу. А виновник ДТП лишился прав повторно. За езду в состоянии алкогольного опьянения он уже привлекался к ответственности. За последнюю неделю в Северодвинске зарегистрировано несколько фактов мошенничества. Жертвами аферисток становятся женщины преклонного возраста. Две женщины представляются работниками социальных служб и сообщают, что в стране проходит реформа по обмену денежных средств. Необходимо переписать номера купюр. После манипуляции с накоплениями пенсионеров, злоумышленницы оставляли конверты с чистыми листами бумаги. Общая сумма материального ущерба приближается к 1 миллиону рублей. Полицейские призывают граждан быть бдительными и не впускать незнакомцев в дом. Не лишним будет рассказать о действиях мошенниц родным и соседям, особенно преклонного возраста. Северодвинск, мы остаемся. Под таким девизом прошел школьный КВН в детско-юношеском центре. Два часа смеха подарили залу три школьные команды. По словам организаторов, желающие шутить молодежи в городе сейчас мало. К сравнению, пять лет назад в школьных команд на игру заявлялось около десятка. Проезжали по Советской, завернули на труда, развалилась вся подвеска и четыре колеса. Авторы этих юмористических стихов о родном городе – ученики 31-й гимназии. Шутками они борются за звания самых веселых и находчивых еще с двумя школами – 24-й и 6-й. К городскому этапу КВН готовились 12 месяцев. Например, команда «За мостом» из 24-й школы новые шутки начала придумывать, как только закончился КВН прошлого года. Главный наш критерий – это смешно, адекватно, ну и без пошлости, конечно. Толерантность. Если не знаешь, о чем говорить, то не шути об этом. А вообще так, если смешно, то прокатится. Главное, чтобы главное вошло и преподнести хорошую шутку. Главная тема у нас школьная. Так, ребята, заполняем бланки черными гелевыми ручками. Мама купила сирию! Школьные КВНщики шутили на тему Сочинской Олимпиады, российских законов, отношения полов. Игра прошла в 4 этапа. Визитка, представление своей команды, разминка, где на вопрос жюри нужно дать смешной ответ за 30 секунд, биатлон, где шутки команды зачитывают по очереди и стэн. Ответьте на вопрос, пожалуйста, зачем городу нужно круглосуточное телевидение? Итак, время пошло. Сколько сущных магазинов, скучно было продавцам. Веселые и находчивые в нашем городе выступают второй сезон. До этого был двухлетний перерыв. В Северодвинске просто не было желающих шутить школьников. Раньше у нас были и областные КВН, где приезжали по 20 команд с области, были городские КВН, когда было. Но я не знаю, по 10 команд точно набиралось. Сейчас областного, да, мы не проводим, только городской. Надежды на поднятие статуса клуба веселых и находчивых организаторы все-таки не оставляют. В перспективе возродить областные игры. А в этой победу одержали те, кто за мостом 24-я школа. Лучшей признана шутка про психологический возраст 6-я школа, команда 6-я веню. Многие проходили в контакте тест на психологический возраст. Это Руслан. Его биологический возраст 16 лет, а психологический 8. Прямые вылеты из Архангельска в Турцию, Испанию, Грецию, Египет и Тунис. «Руса Туриста» – магазин «Горящих путевок» ждет вас на Ломоносово 100 и Советской 58. Весник Северодвинска о спорте. Состоялись очередные поединки чемпионата области по мини-футболу. Дружина «Севмаш» провела два выездных матча в Вельске с местными командами «Спартак» и «Маяконком». А накануне в спортзале «Сафу» наука принимала «Северин». После половины сыгранных матчей в чемпионате области определились два явных лидера – команда «Искра» из «Котласа» и дружина «Северин». Накануне «Краснобелые» встретились с подопечными Юрия Ильина футболистами науки. С первых минут матча «Северин» играл в плотный прессинг, не оставляя сопернику пространство и времени подумать. «Синебелые» были вынуждены действовать быстро и совершали много ошибок. «Краснобелые» наоборот долго контролировали мяч и много били поворотом. На перерыв команды ушли при счете 0-4 в пользу «Северина». Во второй половине картинка игры не изменилась. «Северин» гнул свою линию, а «Наука» играла вторым номером. Забросы на Ивана Герасимова могли принести свои плоды, но один в поле не воин. В итоге «Краснобелые» одержали закономерную победу со счетом 8-0. У нас вообще много травмированных, и сами те, кто были сегодня в составе, тоже все травмированные. Ну а так соперник, конечно, посильнее, и техника, и физика, во всех компонентах, поэтому тяжело. Старались на морально-волевых, но так получилось. Попытались выложиться полностью, попытались сыграть в каждом моменте на максимуме. Отсюда результат положительный для нас. Что касаемо субботнего матча, ну, естественно, «Искра» уже нас укусила в этом сезоне в Кубке области, поэтому отыграться, наказать ее, прибить, так сказать, их на своей поляне очень хочется. В свою очередь «Севмаш» из Вельска привез три очка, уступив 6-7 «Спартаку» и победив «Маяк Анком» 6-3. Матч между «Искрой» и «Северином» состоится 22 февраля в Архангельской «Норд-Арене». Константин Мухин, Семен Тарасов, «Вестник» Северодвинска. В минувшие выходные на льду стадиона «Строитель» прошел принципиальный матч чемпионата города по хоккею с шайбой. Хозяева площадки, спортсмены «Строителя» принимали лидера турнира команду «Беломорец». Для продолжения борьбы в чемпионате команде «Строитель» нужна была только победа. Болельщики, пришедшие на матч, хотели увидеть настоящий мужской хоккей, и лучшие команды города не обманули их ожидания. Соперники старались показать свои лучшие качества. В тяжелом и упорном поединке победителями матча стали хоккеисты-беломорцы 2-4. Тем самым ягринцы досрочно оформили золотые медали чемпионата города. А с 22 по 23 февраля на ледовых площадках стадиона в «Беломорец и Строитель» состоится ежегодный кубок мэра по хоккею с шайбой. Начало соревнований в 10 утра на яграх и в 11 в городе. А на сегодня это все новости. Но не переключайтесь. Прямо сейчас смотрите лучшие кадры с чемпионата области по картингу. Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам телефон для сообщений 8-911-550-3008 или звоните номер 50-3008. А я напоминаю, наши новости вы можете смотреть на канале «Звезда» и на первом круглосуточном телеканале «Северодвинска» ГТРК. Я с вами прощаюсь. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еда на дом. Доставка бесплатна. Новинка от «Кафе Друзья». Ежедневно с 18 до 8 утра. Звони 8-911-588-9999. Ну что, звоним? Давай. Сделай свой день вкуснее. Выбери свою пиццу, аппетитную пасту и сытные равиоли. И не забудь про чашечку ароматного кофе. Пицца для друзей. Ломоносова 81. ЦУМ. Телефон службы доставки 50-11-11. Пицца для друзей. Встречайтесь чаще и вкусней. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ ГОДОВАЯ РАССРОЧКА Милани – это Ваш выбор. В среду 19 февраля в Северодвинске ожидается ветер северный, северо-восточный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 753 миллиметра ртутного столба. Пасмурно, снег. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночи минус 2, днем от 1 до 2 градусов мороза. Спонсор прогноза погоды – мебельная компания Милани. Милани – мебель по-итальянски. Изящная и функциональная мебель премиум-класса. Милани – это Ваш выбор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова